Так, Сим, еще раз здравствуйте. Меня зовут Максим Васюхин. Я, собственно, продакт-менеджер по оборудованию ВАИП, компания IP-матика. Ну, для начала давайте проверим, что меня слышно и меня видно. Поставьте еще нибудь чатики. Ага, это тоже подойдет. Спасибо. Отлично. Тогда начинаем. Да, спасибо сразу Насте. Действительно, у нас есть готовые распечатанные материалы в бумажном виде и олдскульные. Их можно раздавать партнерам, смотреть своим, своим заказчикам. Если нужно, вы обязательно пишите, потом в конце презентации будет ссылочка на все наши контактные имейлы и телефоны, решите запросы, отправим кому надо. Они есть в достаточном количестве у нас в офисе в Москве. Так, ну что ж, сегодня мы поговорим о Gigaset Pro, линейке Gigaset Pro от компании Gigaset. Красотовая дек-система. 20 секунд. Ну, давайте попробуем подождать 20 секунд. Ну, пока хочется сказать спасибо всем, кто нашел время в столь загруженный период года. Вот, послушать по Gigaset. Ага. Фейсбук. Ну, ждем Фейсбук. Окей. Давайте пока скажу, что у нас подходит к концу уже конкурс от Gigaset. Кто еще не слышал, не знает, зайдите на сайт epimatica.ru в разделе новости, посмотрите. Мы проводили совместно с Gigaset, проводили акцию. Последние полгода она шла. Вот сейчас в конце сентября она буквально, наверное, завтра она закончится. Но, я думаю, эта акция не последняя. Те, кто еще не успел, не знал и не смог не поучаствовать, будут еще. Ну, а счастливчики и победители, наши хорошие партнеры, совсем скоро поедут в Германию смотреть на завод, где производится, собственно, линейка Gigaset Pro. Так, ну, мы... Мои коллеги-модераторы подсказывают, что можно начинать. Ну, собственно, Gigaset Pro, микросотовая система. Как вы многие знаете, компания Epimatic больше года назад стала партнером компании Gigaset немецкого производителя по направлению микросотовой системы. Ну, собственно, сегодня у меня доклад для вас, может быть, не такой обширный. Вот тема, которую я хотел сегодня обсудить на слайдике. Расскажу вам о Gigaset, об этой компании, поговорим о модельном ряде Gigaset Pro, что у них сейчас есть, что, может быть, ожидается в ближайшем будущем. Ну, и расскажу кратенько, буквально, по программе авторизации партнеров. Ну, когда, собственно, поехали о Gigaset. Смотрите, если кто еще не знает, Gigaset — это бывший Siemens. Siemens еще в далеком 93-м году начал производить первые декотелефоны. На тот момент, да и на сегодня компания Siemens, компания Gigaset является таким лидером, признанным лидером на рынке мировом, не только российском, в производстве, в выпуске дект-решений. Ну, собственно, в 93-м году компания Siemens производила первый дект-телефон. В 2005-м году разделение устройств связи открылось в России, в странах СНГ. В 2008-м, собственно, был основан этот бренд Gigaset, Gigaset Communications. В 2010-м году еще, наверное, многие помнят, бренд носил такое двойное название — Siemens Gigaset. И, собственно, в 2011-м году Gigaset окончательно отделился от Siemens и, собственно, стал независимым брендом Gigaset. Вот Siemens, бренд Siemens до сих пор существует, но он разделился на некоторые направления, появились другие компании. Ну, вот основной бренд занимается сам Siemens. Телефония сейчас практически занимается отдал на откуп своим, скажем так, своим детям, вслед к следующему поколению. Что же, собственно, такое Gigaset? Gigaset — это оборудование, сделанное в Германии. Основное производство находится в городе Бохольд. Вот на слайдах вы можете видеть сборочные линии этого завода. Все действительно сделано в Германии. Производство максимально автоматизировано. Человеческое присутствие минимально фактически. Производится очень-очень сильный контроль качества на выходе оборудования. Все просматривается, все досконально тестируется. И благодаря этому, благодаря этому комплексу, скажем так, мероприятий, благодаря тому, что все автоматизировано, все настроено, минимальный человеческий фактор, так скажем, очень сильное тестирование, проверка всего оборудования. Gigaset славится своим качеством. Ну, соответственно, Gigaset — это сделано в Германии. Gigaset — это очень хорошее качество. Что, собственно, подтверждено двухлетней гарантией на оборудование Gigaset, которое представляется сразу нашим партнерам, в отличие от конкурентов. Ну, соответственно, позиционирование и стратегия компании — это, в первую очередь, качество. Качество вкупе с хорошим, с отличным дизайном и с новейшими технологиями, претендующие на некую премиальность. Это, собственно, основная гордость Gigaset, что помогает Gigaset двигаться вперед и радовать своих пользователей, и не только пользователей, но и своих партнеров, благодаря своей отличной партнерской программе, о которой я расскажу чуть дальше. Ну, собственно, кратенько вот так вот о Gigaset. Давайте теперь посмотрим, что же есть сейчас в линейке Gigaset Pro. Сразу хочу сказать, чтобы вы, скажем так, были в курсе, не путали Gigaset. Это сейчас, вот касательно эпителефонии, есть два направления. Это первая — консюмерская линейка. Это обычные дектовские аппараты, которые можно купить в различных неритейловых магазинах, типа M-Video, Dorado, обычные домашние дектовские трубы. Мы сейчас говорим абсолютно не про них. Мы говорим про другое направление в компании Gigaset — это линейка Gigaset Pro, которая в первую очередь предназначена для бизнеса. И, соответственно, модельный ряд сейчас представлен у вас на слайде, можете ознакомиться. Сегодняшний день Gigaset готовится к выходу на рынок достойных проводных аппаратов линейки Maxwell. Вот они в верхнем ряду. В России их еще нет пока, продажи не начались, но очень ждем. И, соответственно, основная линейка продуктов, которая сейчас представлена, уже сейчас можно ее потрогать, пощупать, и купить, и использовать, которая может решить много ваших задач и проблем — это микросотовая система. Собственно, это беспроводные дек-трубки. На сегодняшний день их три — DSL 750-я трубка, 650-я трубка и трубка S810H Pro. Собственно, последняя трубка, она, я думаю, будет в ближайшее время снята с производства. Вместо нее выйдет новая модель. Совсем скоро она уже появится у нас. Но еще что-то у нас осталось на складе, пока она доступна к продажам. Соответственно, эти трубки можно подключить либо к микросотовой системе N720 Pro, либо, скажем так, к сингл-соте — это базовая станция N510 IP Pro. Ну, чуть подальше, поподробнее это все обсудим. Каждую трубку разберем по отдельности и микросоту, расскажу вам, как она строится. Ну, а пока вот на этом слайде вы еще можете увидеть DX800-я. Я его пока оставил, пока какие-то количества есть, но это оборудование тоже уже с недост производства. Но, собственно, пока продажа есть, пока он присутствует, из нашего рассказа я убирать его не стал. Вы, кстати, по ходу презентации, я думаю, можете задавать вопросы, как технические, так и любые другие. Если что, мои коллеги, они тоже присутствуют, смотрят, и технические специалисты, и другие. То есть можно в процессе общения, можно отвечать на какие-то вопросы. Ну, поговорим теперь больше о трубках, собственно, которые являются основообразующим, скажем так, звеном. Все их будут держать в руках, будут видеть и партнеры, и заказчики. Собственно, самая дешевая трубка на сегодняшний день это трубка S810H PRO. Как я уже говорил, она готовится к своему апгрейду. Уже совсем скоро появится в России новая трубка, опишенная. Даже если модель не поменяется, скажу, она будет называться S650. Ну, собственно, ждем. Пока доступна эта трубка S810H, она самая дешевая. Вы можете увидеть рекомендованную цену розничную, рекомендованную производителем в синем квадратике. Она пока в районе 100 евро. Ну, соответственно, трубка обычная, стандартная для рядового сотрудника, для рядового пользователя. Чем она хороша, почему она присутствует в линейке GIGASET PRO? Потому что обладает дополнительными возможностями, такими как взаимодействие с персональным компьютером по Bluetooth. Возможно, чтение электронной почты, в том числе, с нее. Ну, в общем, такая трубка самая дешевая, низкого уровня для пользователя, для обычных ходовых сотрудников. Следующая трубка, о которой я хотел рассказать, это SL750H. Цену вы можете видеть, она дороже трубки предыдущей, 810-й. Цена уже порядка 150 евро, но это уже трубка такого более представительского класса. Трубка с большим экраном, цветным дисплеем. Собственно, эта трубка больше, наверное, подойдет, скажем так, руководителям, там, высшему менеджерскому составу. Она действительно очень-очень качественная, большая, хорошо в руке держится. Очень советую вам попробовать. Кстати говоря, мы можем предоставить все это совершенно бесплатно на тестирование. Вы сможете сами ощутить все прелести. Из особенностей, наверное, стоит выделить очень удобный разъем microUSB. То есть тебе не нужно искать, бегать где-то зарядку в любом месте. Я думаю, сейчас у многих людей под рукой microUSB провод, который можно подключить к стандартной зарядке, например, от мобильного телефона. То есть это действительно удобно и быстро заряжается сам телефон. Соответственно, сам телефон имеет достаточно хорошую батарею, которая держится до 250 часов в режиме ожидания. Ну и в этой трубке реализованы такие возможности линейки PRO, как прием электронной почты, например, можно привязать. Вы можете быстро увидеть, что вам пришло какое-то сообщение на электронную почту. Возможно, поддержка удаленных книг записанных по XML. Ну и вот другие возможности, наверное, все перечислять не буду. Можете пробежаться по слайду. Так, я смотрел, там вопрос значимое различие от простой. Основное различие в том, что эта трубка, да, она присутствовала в консюмерской линейке, в консюмерском исполнении. Но та консюмерская трубка, она не обладает всеми возможностями именно профессиональной серии, профессиональной линейки. Если вы подключите эту трубку, вы сможете максимум принимать и отправлять вызов. А, соответственно, уже с этой трубкой доступны новые возможности, как записная книга удаленная, опять же, получение уведомлений на e-mail. То есть уже более и более расширенный функционал. Опять же, если там подробности вас больше интересует, можете там в конце, в конце будут мои контакты. Давайте спишемся, расскажу вам подробнее. Ну, опять же, сам GIGASET производитель рекомендует подключать к своей профессиональной микросотовой системе исключительно трубки из профессиональной линейки. Потому как одна из возможных проблем, которые присутствуют у наших партнеров, периодически у заказчика встречаемся, что GIGASET периодически выпускает новое обновление для своей базовой станции для Product Manager. Вы, соответственно, можете поставить это обновление и в какой-то момент у вас начнутся проблемы с обычными трубками из консюмерской линейки. Они могут в какой-то момент перестать регистрироваться или еще что-то. В общем, мы очень не рекомендуем подключать стандартные телефоны, обычные из консюмерской линейки именно к прошлой линейке PRO. Потому что, когда выходит новое программное обеспечение, когда добавляются какие-то новые специальные возможности, в первую очередь это тестируется и делается для работы с профессиональной серией трубок. Поэтому при подключении к консюмерской линейке это вы делаете исключительно на свой страх и риск. Ну что ж, пойдемте тогда дальше. Следующая трубка – это трубка R650H PRO. Это достаточно уникальная трубка, которая поддерживает стандарт защищенности IP65. У нее, во-первых, цена в своем классе среди конкурентов, скажем так, которые имеют похожую степень защищенности, цена действительно очень хорошая. Вот эти вот 126 почти евро этот телефон своих денег стоит. Собственно, почему я на нем так заостряю внимание? Потому что это действительно телефон, который действительно соответствует IP65. Действительно очень прочный корпус, антиударный. Этот телефон можно ронять. Можно ронять в лужу внимательную. Он будет работать. Ну, расскажу, наверное, на самом простом примере, когда мы только познакомились, скажем так, стали изучать более плотно эту линейку GIGASET PRO, когда мы начали ей заниматься. Мы, собственно, решили сами все попробовать. В API-матике достаточно большой склад. Здесь находится в Москве большой ангар. И там работают наши сотрудники. И мы, собственно, им выдали по этим трубкам. То есть развернули фактически красотовую систему для наших сотрудников в нашем большом аргаре, в нашем складе. И наши ребята действительно отметили удобство работы. Работа с этой трубкой в отличие от простого DECT и уж тем более от телефонов, которые у них стояли на столах. Как известно, на складе люди обычно перемещаются всегда. И вот наши ребята-кодовщики сейчас пользуются этими трубками. У этой трубки есть в том числе фонарик. На складе вещь незаменимая, всегда под рукой. Фонарик всегда под рукой. Ребята действительно постоянно там передвигаются, что-то делают, там сортируют оборудование. Телефон может быть испачкан, но он быстро отмывается. Телефон может быть уронен на пол. У нас бетонный пол. И в момент, когда телефон падает на бетонный пол, его корпус просто, скажем так, раскладывается на несколько частей. То есть фактически таким образом гасится удар. У него может отлететь там задняя крышка, например. У него может отлететь крепление для ношения на поясе. Но в любом случае, после того, как все это быстро собирается, быстро или легко собирается обратно, телефон продолжает работать, как ничего не бывало. Это действительно очень удобно. И опять наши ребята на складе отметили такую особенность. Периодически заявки приходят им на электронную почту. Но компьютер, соответственно, он не стоит там в отдельном кабинете. Но ребята всегда видят, когда приходит новый запрос к ним, какое-то новое задание. Телефон вибрирует, между прочим, дектовский. И они всегда могут видеть, оперативно отвечать на какие-то бизнес-процессы, изменения, какие-то новые заявки. Это действительно помогло нам, во-первых, оптимизировать работу нашего склада. Они всегда стали доступны. Они всегда на связи. Потому что до этого они пользовались обычными настольными телефонами. И просто бежали к ним при первом уже звонке. Второй момент. Мы уже больше года их используем. И они работают. Ничего с ними нет. Ну, то есть проблем нет там с поломками, еще с чем-то. И третью важную проблему, которую мы решили, нам удалось оптимизировать эти бизнес-процессы. Ребята теперь всегда на связи. Им можно писать, подзвонить, хоть писать на почту. Они всегда оперативно все видят, всегда оперативно все делают. Для нас это действительно такое очень хорошее решение оказалось. Много проблем мы с помощью этой микросотовой системы решили. Вот, собственно, это что касается трубок. На следующем слайде небольшое сравнение по трубкам. Оно может быть не совсем, скажем так, не совсем правильное с точки зрения сравнения с трубками Ялинк. Но, все-таки, связи с тем, что опематика предоставляет на рынок те и те бренды. Вот свел небольшую табличку. Трубки действительно похожи. Правда, у Ялинка нет микросотовой системы еще пока. Но скажу, что в ближайшее время у Ялинка появится новая трубка с новыми возможностями, с возможностью включения до 8 пользователей. Но, все-таки, это не микросотов. Но, опять же, можете посмотреть, сравнить основные характеристики. Ну, вот здесь, наверное, из всех этих трубок по характеристикам больше всего выбиваются две, скажем так. Две уникальные с уникальными возможностями. В первую очередь, конечно, трубка Мегасет R650. Потому что, ну, на рынке, насколько я знаю, действительно не так уж и много трубок с такой степенью защиты и с таким функционалом. И, соответственно, трубка от компании Ялинк, от бренда Ялинк. Это W56H. Это трубка тоже такого представительского класса. Основное ее, скажем так, преимущество, основная фишка – это очень хорошая батарея. Батарея в режиме разговора работает до 30 часов. И это действительно так. Там уже используется ретионный аккумулятор, который заряжается также с помощью порта микровизма. Мне, честно говоря, эта тенденция у производителей очень-очень нравится. В свое время у меня была целая коллекция зарядок от различных производителей, и телефонов, и дектов в том числе. Сейчас все становится гораздо проще, гораздо удобнее. И еще важная особенность 56-й трубки, вы можете посмотреть, это возможность подключения гранитуры. Теперь этот гранитур можно подключить с разъемом 3,5 мм. Я считаю, это очень круто, очень удобно. Не нужно искать переходники, не нужно искать специальные гранитуры. Ну, это если в двух словах о сравнении трубок. Вы можете видеть, там серым закрашена трубка SL610H. Она может еще где-то встречаться, но она уже совсем снуда производства. Но, опять же, где-то, может быть, у кого-то из наших партнеров вы сможете ее найти. Ну, вот, здесь тоже ее добавил, представим ее характеристики. Ну, что ж, предлагаю двигаться дальше. Если под рукам, я надеюсь, понимание какое-то у нас сложилось, теперь нам нужно понимать, собственно... Неми, не только... Удиви ей педагогу. Удиви демокатум. Каютни.. Похо, с южным маркетингу. Лио. Удиви. Удиви. Хм, ухо, додичь. Используйся в один разъем. Удиви. Удиви ухо. Трррррррррррррр. Неми, осадных, Продолжение следует... 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 пойдем наверное дальше самые важные слайды всей презентации по моему мнению это на этом слайде изображена собственно схема такая обобщенная схема работы системы n720 pro как она выглядит как она работает попробую кратенько рассказать о способах подключения возможностях ее работы система n720 pro фактически состоит из двух основных элементов так проблема все видят слайд вы посмотрите в настройках посмотрите в настройках вы можете переключаться между можете кликнуть на видео либо видео увеличить либо увеличить саму презентацию надеюсь сейчас все видят это вот такая еще раз давайте повторюсь обобщенная схема работы схема подключения n720 системы как как это работает из чего она состоит микросотовая система от gigaset n720 pro состоит из двух основных элементов фактически это дек менеджер и базовая станция n720 ip pro n720 dm pro дек менеджер и n720 ip pro что делает дек менеджер дек менеджер это фактически такое управляющее устройство это некий коммутатор маршрутизатор скажем так в этой всей системе дек менеджер устанавливается может быть установлен хоть серверный то есть он не являет не является излучительным скажем так источником дек сигнала он устанавливается серверно и он управляет дальше базовыми станциями базовые станции подключаются по проводу ethernet в одной локальной сети до 30 базовых станций может быть собрано в одну систему для того чтобы правильно построить микросотовую систему нужно предварительное радиопланирование делать если у вас какое-то сложное решение я имею ввиду если вам нужно скажем так даже больше трех-четырех баз поставить чтобы охватить например какое-то большое здание построить микросотовую систему на нескольких этажах например в шамагале лучше всего делать радиопланирование ну и собственно наверное что такое микросота в целом я надеюсь что многие понимают но в двух словах расскажу что такое вообще микросота для чего это нужно это микросотовая система основной основная ее задача решить вопрос с хорошим уровнем сигнала для трубки в рамках одной системы это может быть например одно здание большое либо один большой какой-то ангар вот как у нас это может быть автосалон большой где нужно менеджер постоянно передвигаться и при построении микросотовой системы в конечном итоге можно добиться бесшовности роуминга и хендовера эти страшные слова означают буквально следующее вы можете не прервая разговора дойти от одного конца склада например до другого конца склада это может быть чуть не километр и вы все время будете разговаривать вот это вот основное предназначение микросотовой системы да как написал павел сейчас у этой системы возможно подключение только до 30 базовых станций до 100 трубок в рамках одной системы ну основное предназначение скажем так основной заказчик это все-таки такой SMB средний малый малый немножко средний бизнес строение одной одной системы гигасет насколько я знаю у них в планах есть выпуск следующий скажем так следующего поколения скорее всего будет только в следующем году в который можно будет подключать больше трубок в одну систему ну вот пока пока так сейчас это я могу сказать пользоваться спросом причину этого хорошего спроса я вам уже озвучил ранее это относительно не относительно хорошая цена в своем сегменте и очень хорошие качества так ну чего это я отвлекся спасибо 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 1 2 3 я надеюсь сейчас слышно слышно ли меня супер да друзья я очень сильно извиняюсь у нас вторая проблема подряд со звуком коллеги мне подсказывают что какие-то у нас проблемы с внешним интернет-каналом я надеюсь к следующему нашему вебинару таких проблем уже не будет ну ладно продолжим чтобы не отнимать много вашего времени собственно значит еще раз дек менеджер у нас основное образующее устройство он обязательно должен быть в одной системе один дек менеджер он управляет базовыми станциями дек менеджер подключаем до 30 базовых станций по проводу лан они должны все находиться в одной локальной сети дальше базы синхронизируются между собой по воздуху есть по поводу синхронизации есть разные скажем так мнение как за так и против но мне это решение честно говоря нравится потому что таким образом мы можем быть точно уверены что при установке этих базовых станций в рамках одного колота большого помещения либо нескольких этажей мы можем быть на 99,9% уверены что у нас будет хороший сигнал декта именно поэтому база синхронизируется между собой по воздуху по дект протоколу вот ну и соответственно одним из также ключевых преимуществ этой системы является то что она очень легко интегрируется уже в любую совершенно существующую ip телефонную систему ip телефонную сеть если у вас уже в офисе например развернута какая-то ip телефония которая работает по протоколу SIP вы с легкостью сможете туда интегрировать эту систему микросотовую от компании gigaset вы точно также сможете легко настроить короткие номера на каждую трубку какой-то SIP аккаунт повесить и все это замечательно интегрируется в одну систему причем неважно в какую главное чтобы она поддерживала протокол SIP по факту gigaset протестирован уже очень со многими и IP-ATS скажем так железными которые устанавливаются ну и самые популярные скажем так в России так и тестировались различными операторами связи такими как Manga Telecom, Delphine, Rost Telecom в общем ну вот со всеми максимальными профессиями со всеми этот фильм работает действительно работает неплохо вот это если кратко о том как работает как строится эта система опять же информация вот спасибо Павел кстати Павел разреши я тебя представлю это наш Павел Чмлев который задает вопросы сейчас в процессе вебинара это наши хорошие друзья и наши хорошие партнеры в городе Тюмень поэтому если есть какие-то вопросы касательно микросотовой системы Павел насколько я знаю уже проводил некие тестирования и спасибо вот мне даже немножко помогает он действительно очень хороший специалист в общем советую если есть какие-то вопросы в регионе Тюмень и Тюменской области где-то рядышком Павел всегда сможет вам помочь то есть наш хороший партнер компании Neofone так ну собственно наверное основа основа наверное все касательно вот микросотовой системы касательно как это работает в любом случае все наши партнеры и заказчики смогут в любой момент это взять потестировать мы спокойно даем ведь на тестирование совершенно бесплатно кроме этого у компании GIGASET ну и у нас тоже у многих наших партнеров есть специальные измерительные комплекты для этой системы и всегда на каждом большом проекте на каждом важном для нас проекте мы стараемся помогать как нашим партнерам так и заказчикам правильно построить микросотовую систему внутри скажем так их помещение офиса то есть мы помогаем решить их задачу решить их проблему в том числе с помощью радиопланирования это мы все можем делать обращайтесь опять же к нам мы сориентируем или к нашим партнерам как где это все лучше сделать главное собственно если у вас есть необходимость и есть какие-то проблемы со связью скажем так как в плане микросоты все это мы можем сделать и сделать очень хорошо и качественно ну на этом про микросоту все я честно говоря очень хотел уложиться в один академический час понимая занятость в том числе наших партнеров и друзей давайте я вам я вам красненько расскажу о программе авторизации партнерской наверное всей полноты информации я не смогу дать но вы обязательно мне пишите в конце будут мои контакты расскажу подробнее ну давайте я попробую буквально несколько минут уложиться у гигасета сейчас есть три уровня партнера фактически основные скажем так критерии вы можете видеть на слайде сейчас уровни партнеров скажем три типа уровня партнеров самый высокий это золотой партнер статус золотого партнера можно получить при выполнении не менее двадцати проектов в год что мы называем проектом проект это решение одно решение по микросотовой системе как я уже говорил до этого в одном проекте должен быть минимум один так менеджер поэтому фактически мы проектом считаем один так менеджер без него невозможно построение никакой системы следующий уровень пойдем так сверху вниз это серебряный партнер серебряный бизнес партнер критерий в два раза меньше ну и авторизованный партнер этот статус возможно получить это самый легкий статус нужно всего лишь написать нам мы с вами договоримся обозначим минимальные условия они совершенно выполнены для того чтобы получить скажем так стандартный партнерский статус требования да может быть ну да требования на слайде у меня что-то поехало что-то не так ну бог с ним по требованию соответственно соответствие уровень перехода от одного на другой уровень предлагаю так же в индивидуальном порядке всем расскажу пишите какие преимущества как плохо видно как плохо видно как плохо видно друзья давайте наверное сделаем так что-то у меня последняя часть презентации поехала да и время уже совсем не осталось давайте в любом случае участникам которые здесь присутствуют мы в обязательном порядке вычислить презентацию в хорошем в хорошем виде вы сможете все посмотреть оценить сами сами почитать ну дальше я уже давайте пробегусь совсем быстро последний слайд наверное сегодня собственно почему почему гигасет про почему и другие вендоры потому что гигасет в первую очередь это немецкий производитель немецкий качественный производитель действительно все заводы находятся в германии как минимум те заводы которые производят линейку про о которых мы сегодня с вами разговаривали это действительно очень хорошее качество это гарантия два года это действительно достаточно известный бренд я думаю многие знакомы с этим брендом по решениям для дома домашним решением для сет ну например лично у меня такая трубка дома есть она там есть уже больше пяти лет когда я даже не знал не знал этих замечательных ребят из гигасета российского когда еще здесь не работал я уже использовал гигасетовскую трубку у себя дома айпишенную для того чтобы мне было дешево звонить там своим родителям в том числе то есть это известный бренд все его пользовали даже заказчики которым вы будете предлагать это решение наверняка у них у кого-то из них дома стоит или стоял телефонная трубка дэктовского гигасета ну и соответственно сам гигасет в принципе эта компания она ориентирована на айпи решения то есть этот вендор он профессиональный своей области то есть айпи телефония и дэкт решения это основной его основной его профиль именно поэтому в своей области компания гигасет считается одним из лидеров как по качеству так и по цене это действительно профессиональное оборудование профессиональное решение ну и на этом все да мои контакты если какие то вопросы еще есть задавайте давайте еще пару минуточек поговорим если есть вопросы но в целом вы можете писать мне на почту на ВАИП на почту сейлс это наши ребята команда мы ее называем продажем можете задавать также все их вопросы про партнерскую программу мне удалось сегодня много рассказать но она действительно очень хорошая я вот здесь в открытом вебинаре не смогу информацию в любом случае хочу наблюдать поэтому если интересно если интересно обязательно пишите пообщаемся встретимся расскажу вам побольше в партнерской программе да друзья тогда если вопросов нет спасибо всем хорошего дня хорошего окончания недели увидимся в следующий четверг с компанией всем пока всем пока и